24 мая по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия в столицу Кубани прибыла чудотворная икона Божьей Матери, избавительница от бед. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе икону и привезенную с ней ковчег с частицами мощей святых угодников Божьих встретились священнослужители, кубанские казаки и прихожане храмов. Чудотворная икона была перенесена в собор и возложена на центральный аналой. Святыню из Самарской области в Краснодар доставили волжские казаки, которые ежегодно с ней совершают Всероссийский крестный ход. Сегодня, дорогие братья и сестры, непростое время для нашего Отечества, для всех нас усердно, с верой обратим свои молитвы к Пресвятой Владычице Богородице, с молитвой «Избави от бед рабы твоя». Помолимся сегодня пред иконой, избавительница бед Нашвинская и вознесет свои молитвы к Господу Богу и Тихом Пречистой Матери. Перед святым образом был отслужен молебен сакапистом в сопровождении группы хора «Волжских казаков». Радуйся, светом радости души ободряющая, радуйся, плуг греха разгоняющая, радуйся, защиту твою нам даравшую, радуйся, врагов наших поразниевшая, радуйся, в поле бедной гибели спасающая вас, вествующих избавительницах. Образ был явлен в октябре 1917 года уроженки села Ташла Самарской губернии Екатерины Чугуновой. По преданию, Царица Небесная явилась девушке во сне и указала место, где находится ее чудотворный образ. Последовав указанию, благочестивая христианка нашла икону во враге. На месте ее обретения забил источник. Святыню поместили в Свято-Троицкую церковь села Ташла. Когда большевики закрыли храм, верующие спасли образ от поругания, а впоследствии, уже в годы Великой Отечественной войны, он был возвращен во вновь открытую церковь. В Екатеринодарской епархии чудотворная икота пробудет до 8 июня. Все верующие православные христиане смогут помолиться перед образом и приложиться к святыне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...